Приветствую вас. Я думаю, что лучше всего для вас, вот лучшим решением для вас в этой ситуации, стала бы активная деятельность. Я имею ввиду то, что вы, например, выстраивали бы свой день, да, свои дни так, что очень сильно уставало бы. Я не думаю, что стоит много внимания уделять именно общению в чате, потому что это будет попытка такая возродить то, что вам не хватает. То есть это будет такая, знаете, попытка получить то, чего вам не хватает, вот. Я не думаю, что это хорошая идея, потому что все равно не получится. Во-первых, будет только гаражирование, во-вторых, будет тяжело, еще тяжелее будет. Как это не парадоксально бы звучало, вот, будет еще тяжелее. И, в общем, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому я полагаю, что так вот можно вам здесь ответить, то есть лучшим решением для вас было бы именно как раз активное такое, активное поведение, активное действие, активная жизнь, я бы сказал, чтобы вы могли уставать и чтобы у вас не было времени на, собственно, грусть. Конечно, молодой человек, скорее всего, захочет с вами общаться, молодой человек, скорее всего, захочет с вами взаимодействовать, поддерживать контакт, вот, ну, здесь, ну, можно и нужно донести до молодого человека то, что вам тяжело, и то, что вы ехать хотели бы, чтобы это все как можно быстрее закончилось. Вот, поэтому вы общаться в чате с ним будете, ну, скажем так, не так много, как, возможно, он хотел бы. Вот. Вот это позволит вам как раз-таки без потерь для себя это все это все перешить. Вот. Здесь очень важно только, чтобы вы не забывали общаться все же с мужчиной, да, своим. То есть все-таки ему внимание нужно, да и вам тоже, наверное, будет хотеть с ним общаться. Вот. Вот. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать. Вот. Месяц, да, это срок приличный, конечно. Эээ. Не могу сказать, что вам повезло. Вот. Не могу сказать. Что вам повезло. Но, тем не менее, раз такая ситуация произошла, раз случилось, то что-то случилось, ну, значит, ничего, ничего здесь не поделать, да, и нужно просто двигаться дальше. Вот, и все. То есть, если вы отдаете себе отсчет в том, что это неизбежно, то лучше максимально воспользоваться той историей, вот, которая сейчас происходит, то есть, лучше всего максимально воспользоваться тем, что подкидывает, ну, что подкидывает вам жизнь. Вы можете поступить и прямо в противоположном, то есть, вы можете напротив общаться с мужчиной, ну, вот, со своим молодым человеком, да, общаться постоянно, вот, то есть, постоянно быть на связи. Так, в принципе, тоже вполне себе можно. Вот. Главное, чтобы вы выбрали именно такой вариант, который подошел бы лично вам. то есть, тут можно исходить из того, какие вы люди, да, то есть, какие у вас отношения с человеком, вот, и так далее. Ну, вот, в принципе, наверное, так можно ответить вам на ваши вопросы. Вот. Можно здесь подумать над тем, почему, к примеру, вам тяжело от него не вырастоваться. То есть, не слишком ли вы, к примеру, много отдаете ему своей энергии, не слишком ли сильно вы от него зависите. Вот. Я ничего не хочу сказать плохого, но если вам тяжело, если вам очень сильно тяжело, то это говорит о том, что вы чересчур от него зависите и, ну, можно говорить о каком-то элементе зависимости, вот, что является нежелательным, на самом деле, потому что любая зависимость ведет к такому достаточно серьезному негативу, я бы сказал. Вот. Ну, здесь же вы сами решите, как и что вам лучше делать, если я вам ничего рекомендовать не могу, да и не хочу, если честно, потому что ничего хорошего все равно из этого не получится. Вот. Такой вопрос. В целом, мне кажется, что, понимаете, именно грусть, именно грусть от того, что вы расстаетесь, ну, испытывать нормально. Потому что все-таки вы не чужие люди, да? Вот. А если вам прям вот невыносимо, то это, конечно, симптом, симптом, это симптом чрезмерной, как я уже сказал, нуждаемости в человеке и в таком случае можно говорить о том, что вам нужна терапия для, ну, для созависимых, созависимых. Вот. Просто потому что, опять же, в спортивном случае вам будет слишком тяжело, да, и слишком болезненно даваться, собственно говоря, расставанию. Вот. Вот. От грусти бежать не надо, потому что грусть есть норма. Грусть свидетельствует о том, что вам, собственно говоря, не плевать, да? Грусть свидетельствует о том, что, ну, что вы друг, для друга что это значите. Вот. Грусть свидетельствует об этом. Именно грусть. А вот непереносимость, непереносимость расставания, это уже немножко другое. Это уже свидетельствует о вашей собственной неудовлетворенности, о ваших собственных потребностях, которые вы не можете реализовать, или можете, но только через, ну, только через своего молодого человека. Вот. Что, собственно, и делает вас от него очень сильно зависимым. Вот. Так что, во избежание, во избежание непонимания между нами, да, и во избежание того, чтобы вы интерпретировали мой ответ как, допустим, призыв к, например, отдалению от молодого человека, или призыв к тому, чтобы меньше с ним взаимодействовать, или как-то так. Вот. Чтобы этого не было, я предлагаю вам честно ответить себе на вопрос о том, какова природа, конкретная природа вашей, собственно говоря, грусти. Вот. Ого. То есть, какова природа вашего переживания, скажем так. Ого. 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 как на негативные эмоции, то с ней нужно работать на安全. Если же это просто грусть, то, соответственно, это хорошее чувство, это естественное чувство, и вряд ли с ним нужно что-то делать. Потому что грустить это нормально. Я думаю, что ответ на этот вопрос, на вопрос о том, что конкретно вы испытываете, вы получите после того, как какое-то время побудете без своего молодого человека. Тогда у вас появится реальный шанс увидеть, что конкретно именно с вами происходит. И, соответственно, вы увидите, что дальше уже можно будет с этим делать. Пока что не пытайтесь с молодым человеком, как это говорится, побыть. Все равно не напобудетесь, это невозможно. Только себе, значит, испортите еще больше настроение, и, в общем, ничего из этого, опять же, не получится. Вот. Так что, вот такие вот могут быть вам рекомендации. Именно исходя из того, что вы написали нам. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я надеюсь, что мой ответ дал вам некоторые направления. Я не сторонник искать плюсы в расставании, и не сторонник делать на этом акцент. Я больше хотел бы обратить ваше внимание именно на то, что, например, раз вы уезжаете, значит, у этого есть причины. И чем острее вы будете эти причины для себя понимать, чем лучше вы будете отдавать себе отчет в них, именно в этих причинах, тем лучше будет для вас. Потому что, ну, объективно, вот, страдания, да, по поводу того, что люди расстроятся, это возникают именно из-за того, что нет такого, знаете, ну, понимания, да, нет понимания. Зачем это все? Для чего это все? Вот. Почему это все? Почему мы должны, там, ну, делать это, почему мы должны расставаться, вот, и тогда? То есть это действительно тяжело, это действительно тяжело. Но если отдавать себе отчет в причинах, то, мне думается, будет, будет немного легче. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.